Уезжаем мы такие в Алмату на соревнования. И вот такие у нас условия. Стены грязные. Матрасы как будто в обжире забрали. Это видео вмиг разлетелось под соцсетям. Легкоатлеты второй спортивной школы Шимкента показывают номер гостиницы. Грязная комната с обшарпанными стенами, вонючим порванным бельем и неработающей сантехникой. Гостиница в Алматы не дотягивает даже до троечки. Спортсменов заселили сюда на период чемпионата. В этом аду они должны восстанавливаться после тренировок, а после покорять спортивные олимпы. После сборов поехали в Алмату на соревнования чемпионат Казахстана. Мы туда поехали и нас разместили в вокзале, прям в автовокзале. Мы там жили. Там условия вообще, короче, условия, ну самые низкие условия. Кровати порваны, стены грязные, ручки не работают, унитаз не работают. Ну так нас уже, короче, поселили туда. Самое плохое место, думаю, наверное. Я занимаюсь легкой атлетикой. Меня не устраивает то, что нам не выделяют средства, которые мы на сборы не ездим, на соревнования не ездим. И мы просто так тренируемся. Зачем тогда тренируемся, если нам ничего не выделяют? А добежать до Олимпийских игр шимкенские атлеты вряд ли смогут. Денег нет даже на республиканские сборы. Мы всегда живем в Алма-Ате. Она была забита, будем так говорить, занята. Ну и вот нашли эту гостиницу, которая нас устраивала. Ну кто нам? Никто не посоветовал. Мы в ней из каких соображений даже поселились и как бы были рады. Кстати, мы первый раз туда попали. Я не знал, что там типа так будет. Там жили другие спортсмены, кстати. Гимнасты, по-моему, жили, ходили спортсмены. Вот. То есть там близко к нашему месторасположению. Выбираем только сильнейших, возим сильнейших. А те, которые у нас в третий, четвертый состав, мы их держим. Почему? Потому что не хватает нам финансирования. И как-то находим выходы и возим их. А до руководства доносили вы это? Нет, руководство это все знает, все в курсе. И просто мы, когда наши дети там приезжают и говорят, мы там-то жили, там-то жили плохо, там-то. Надо же просто это действительно выяснить, так или нет. Нет, потому что в нашем... Ну, давай, не давай все время кажется мало людям. Потому что сравним другие регионы, а может, они еще хуже ездят. Мы откуда это знаем? И здесь дело не в этом, что я защищаю свою школу или защищаю. Просто надо выяснить, так ли это, не так, и все. А в смысле вы говорите, давай, не давай? Чего давай, не давай? Ну, в смысле, жили в таких-то условиях плохих. Вот, это по-настоящему нормально? И вот такие у нас условия. Стены, грязь. Приехали к нам, мы это нам говорили, нам руководству сказали, они почему-то на телевидение пошли. Это не на телевидение? А где это было? Это в Инстаграм везде. В общем, идеалов здесь все. Вот. Лучше не сыскать. Нет, конечно, это не нормальные условия. Видеом из алматинской гостиницы заинтересовались в управлении главный спортсмен Шимкента. Проблему с финансированием признает и добавляет, что в год второй спортивной школе положены 35 миллионов тенге. Именно по этому видео мы сейчас разбираемся. По словам тренеров, когда они поехали на соревнования, близ стадиона, в которых были гостиницы, не было мест, и они выбрали вот эту гостиницу. Сейчас мы разбираемся с тренерами, с руководством спортивной школы, чтобы в будущем создавались условия для спортсменов. Сейчас есть проблемы с финансированием. В прошлом году, когда мы отделились от области, сейчас определенные временные трудности есть в связи с финансированием. Мы, ну это не мы решаем, это с республиканского бюджета так спустили. Шимкентские спортсмены всегда славились своим упорством, трудолюбием и целеустремленностью. Наши спортсмены умудряются побеждать на Олимпиадах, не имея достойной тренировочной базы и современного оборудования. Вот и сегодня, несмотря на все сложности, шимкентские легкоатлеты продолжают тренировку в надежде, что руководство сделает все возможное и невозможное для победы наших ребят на соревнованиях. Шудин Саидов, Давран Абдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.